Президент Игорь Дадон и глава Приднестровья Вадим Красносельский провели переговоры в Бандерах. Это уже третья официальная встреча политиков. Они высказались в поддержку миротворческой миссии, затронули тему совместного контроля на молдавско-украинской границе, договорились чаще встречаться и вместе решать вопросы переговорной повестки. Разумеется, за событиями в Бандерах пристально следили все, кто занимается урегулированием. Самый популярный вопрос – как это скажется на позиции сторон? Действительно ли возможны кардинальные перемены, о которых гораздо чаще стали говорить на различных площадках? Эти вопросы нуждаются в честных и принципиальных ответах. Вы смотрите программу «Дело принципа». Меня зовут Людмила Бельченкова. Здравствуйте. И сегодня искать ответы на эти принципиальные вопросы мне будут помогать мои гости. Глава Бюро ТАСС в Республике Молдова Валерий Демидецкий. Добрый вечер. Добрый вечер. И политолог Корнелий Чуря. Иван, здравствуйте. Добрый вечер. Поддержать позицию одного из участников можете и вы. Для этого вам необходимо набрать один из указанных номеров телефона, тот номер, позиция участника, которая вам наиболее близка. Звонок по Молдове бесплатный. Итак, начинаем. Вот смотрите, еще одна встреча. И вот понятно, что к процессу Приднестровского урегулирования уже активно подключены лидеры. Лидер Молдовы Игорь Дадон, президент Молдовы и лидер Приднестровья Вадим Красносельский. Вот что это дает или может быть еще, наверное, даст в будущем для процесса Приднестровского урегулирования? Ну, я думаю, что подключение господина Красносельского более очевидно. Все-таки он контролирует больше, нежели господин Дадон. То, что господин Дадон встречается, это, я думаю, хорошо. Он поддерживает определенный тренд, который задал с самого начала. Но вот на, я думаю, он и через своих советников, в первую очередь, советников по Приднестровскому урегулированию влияет на те решения, которые принимаются у нас в Кишиневе. Я думаю, господин Дадон как-то задействован в этот механизм, который, ну, и Берлин плюс, и остальные процессы. Конечно же, он влияет, но в силу вот той политической расстановки он не является сейчас ключевым звеном. Красносельский, наоборот, я думаю, является одним из главных элементов. И вот, мне кажется, вот эти встречи, они в этом смысле несколько непонятны. С одной стороны, встречается человек, который влияет очень сильно на процесс, и с другой стороны, с ним встречается человек, который на этот процесс в меньшей степени влияет. Вот, мне кажется, это несколько, ну, это нужно как-то объяснить, ввиду того, что все-таки в Кишиневе у власти находятся демократы, а не социалисты. Так, правящие коалиции у нас, конечно, демократы, но вот как аналитики объясняют, и как отвечают на вопросы, которые сейчас задаются вы, они говорят так. Ну, потому что Дадон сформировал эту повестку, и когда по завершении президентских выборов, да, вот выдал весь этот пакет, собственно говоря, вот именно детально, для того, чтобы у Игоря Николаевича не все очень хорошо получалось, стали иногда подключаться демократы. Но это мнение некоторых аналитиков. Господин Демидетский, вы как думаете, вот подключение, вот смотрите, президент у нас, мы уже и забыли до президентских этих выборов всенародных, да, что глава государства может встречаться лично с главой Приднестровья. Ну, я сейчас говорю о господине Тимофте, о тех, кто были ИО. Вот, и вдруг эти встречи регулярные, как мы видим. Как вы оцените вот этот момент для самого процесса урегулирования? Мне бывший лидер Приднестровья Евгений Шевчук рассказывал, что когда его пригласили посетить в Кишиневе концерт Лара Фебиан, он оказался, естественно, в ложе с нашими руководителями, да, и там познакомился с господином Тимофте, с которым никогда не встречался. И он предложил, говорит, может, мы проведем встречу. На что господин Тимофте, это не мое. Сказал, вот, и за коньяком решили, что они встречаться не будут. Другая ситуация с президентом Игорем Дадоном. Он проявил активность, но здесь есть один момент. Президент Игорь Дадон, в отличие от Тимофте, в отличие от тех правительства, да, имеет прямой контакт с теми, кто имеет влияние на Тирасполь. То есть имеет прямой контакт с Россией, имеет прямой контакт с президентом Путиным. Естественно, он для Приднестровья более опасен, чем правительство, понимаете. И здесь, конечно, Приднестровье, надо дать им должное, а не пользуется этой вилкой, понимаете. Они говорят, нет-нет, мы с Дадоном встречаться не будем, мы лучше будем с правительством, потому что правительство ориентируется типа на Запад, да. И вот мы тут будем вот это разыгрывать танки НАТО, танки Путина, и вот эту песню будем разыгрывать до конца. И тут вдруг выходит на арену Дадон, который говорит, что, знаете, надо уже принципы проблему решать, да, каким-то образом. И вот я бы хотел бы с руководством России договориться повлиять на Приднестровье. Вы помните эту историю знаменитую с меморатом Козыка? Ну, конечно, вспоминали недавно. Да, я присутствовал, когда подписывали меморандум Примакова. И хорошо помню, когда Примаков долго уговаривал лидера Приднестровья Смирнова подписать документ, в котором Приднестровье признавало себя с основной частью Молдовы. И Смирнов расстроенный вышел, к нему подошел Шевцов, бывший министр безопасности, он говорит, ну все, будьте казнить меня. Я как бы сдался, да. Вот. Та же ситуация была и когда меморатом Козыка, я не думаю, что с большим восторгом Приднестровье его подписывало, потому что довольно-таки их загоняли в этот угол, да, значит, самое. И нужно было дальше уже двигаться именно по этой политической корзине. И я думаю, что они были именинниками тогда, когда в ту ночь, когда это дело не состоялось. Я думаю, что они крепко радовались в тот момент, что вот теперь опять противостояние, в котором они очень себя комфортно чувствуют, продолжится. Поэтому опасения некое к Дадону есть. Я думаю, что вот эта настороженность со стороны Приднестровья к президенту есть. Вот. И они этим будут активно пользоваться. То есть они будут говорить, нет, нет, мы будем лучше говорить с добрым следователем, с правительством, нежели с следователем, который имеет выход, так сказать, на тех, кто, ну как бы, имеет отношение к нам, да, и имеет на нас большое влияние. Это не секрет. Ну и с другой стороны, Люда, если говорить о том, ждать ли нам сегодня каких-то прорывных решений, к сожалению... Нет, я сейчас не об этом. Я хочу, чтобы мы вообще определили стадию переговорного процесса, в котором мы сейчас находимся. Потому что оценки на самом деле разнятся. Знаете, я так много интересного слышала, да, Корнелева, вот вы киваете. Потому что некоторые говорят, что вот мы на пороге буквально того, что вот наконец-то Приднестровская проблема решится, потому что ну вот нужен какой-то положительный, значит, пример. И Фратини опять же приезжал, и их председательство, и масса-масса. Нет, ну Фратини должен был приехать, он до этой был его... Нет, но вы понимаете, одно дело, когда приезжает, значит, представляет УБСЕ человек, который даже не ведет переговоров, да, с Россией, а совершенно другое дело, когда приходит Фратини, который перед этим совершенно распрекрасно съездил в Москву, который поговорил, да, который пытается все стороны, все стороны, значит, вовлекать в этот процесс. Нет, ну на самом деле происходят, конечно же, интересные вещи, но они, может быть, как бы это не совсем точно, но они не связаны с визитом, с нынешней встречей Додона и Красносельского. Это, конечно, то, что происходит в рамках формата Berlin+. И нужно сразу же сказать, что это все-таки так называемые малые шаги, которые могут привести к тому, что стороны начнут обсуждать большую проблему. Как мы привыкли говорить, третью корзину, проблему регулирования и политического решения. Где статус, вот я телеврители объясняю, да. Да, то есть третья корзина, это, конечно же, тогда, когда стороны будут обсуждать процесс политического решения, как найти формулу сожительства между Кишиневым и Тирасполем в рамках, наверное, как мы считаем, Молдовы. А вот эти моменты, которые сейчас были решены, подписаны до этого, в конце 2017 года, это четыре момента, два, которые нам интересны. Ну, еще и там еще вопрос Гурабыкулой, моста. И два момента, которые интересны Приднестровью. Это в рамках формата или пакета Берлин Плюс, где есть восемь вопросов. Да. Школы, фермеры, телефония, уголовные дела, ну и там вот эти номерные знаки и ряд других вопросов. Вот по этим моментам вроде бы стороны сейчас находят согласие. Здесь, конечно же, влияет политический внутренний фактор, это с нашей стороны Демпартия. Я думаю, и Додон в этом процессе подключен в той или иной степени. Это Приднестровье, это внешние партнеры. Абсолютно ясно, что и здесь, мне кажется, существует определенная единодушие. И Запад, и Восток готов к тому, чтобы поддержать вот этот процесс решения в рамках малых шагов. Но то, что наше гражданское общество, часть нашего гражданского общества с этим не согласна, это можно на это как-то и закрыть глаза. Это сейчас не столько. Это вы о вчерашнем высказывании по поводу ОБСЕ? Не только. Не только. Здесь есть масса высказываний. Мне кажется, что и сами западные партнеры не совсем понимают, в какую игру сейчас играет наше гражданское общество. Но вот эти подвижки, они, конечно же, положительные. Они вызывают разные реакции. Все-таки их нужно обсуждать для нас. Это вопрос, а не уступаем ли мы часть суверенитета. Вот с моей точки зрения нет. Но вот критики вот этих маленьких шагов, малых шагов считают, что да, существует. С точки зрения Приднестровья, это, конечно, для них отдушина. Они решают какие-то для них очень важные вопросы. Не для политиков, а именно для граждан Приднестровья. Они решают вопросы, которые для них важны. И, кстати, и мы решаем за счет школ, за счет фермеров. Это тоже и в нашу пользу. И здесь, кроме нашей внутренней игры, нашей молдавской, их терраспольской, есть и большая игра, о которых сложнее сейчас высказываться, потому что мы точно не знаем намерения игроков. Валерия, вот тактика этих малых шагов, это же ведь не есть нечто новое. Об этом ведь давно мы говорим, что давайте не будем обсуждать прямо сейчас статус, а давайте мы потихонечку сядем за стол переговором, а давайте вы здесь уступите, а давайте мы здесь уступим. То есть это ведь не новое. И каждый раз, когда нам казалось, что вот-вот уже мы дойдем до обсуждения статуса, вот нечто происходило. А в этот раз как? Вы знаете, я когда-то побывал в Чечне, когда там шла война в 1994 году, а потом побывал в Чечне уже, когда там был мир. И на Кавказе мне рассказали очень хорошую пословицу, ту пословицу, которую они прочувствовали на собственной шкуре. Не можешь удавить, обними, в объятиях удавить легче. Вот, понимаете, этот процесс очень важен еще и потому, что с одной стороны Пронисовский конфликт кажется многим наиболее легко решаемым. То есть у нас нет, как в Карабахе, как в Абхазии, как в Осетии, хоть и пролилась какая-то кровь, но у нас нет этой ненависти, нет разделения по национальностям, есть ненависти. По религиозному главному признаку. То есть в принципе между людьми двух берегов Днестра нет противоречий. Кроме единственного, что там опасается, они нас побаиваются, наших политиков, а мы побаиваемся их политиков. Но здесь есть один момент, вот то, что я сказал, что очень как бы кажется, что легко решаем вопрос, но есть еще один момент, связанный с современным противостоянием в мире между Западом и Россией. Знаменитая статья короля Иордании, которую он написал, что если в Сирии не произойдет, так сказать, примирение сторон и не пойдет конфликт решаться в конструктивном плане, а мы видим, что от этого еще надо до этого довести, то следующая горячая точка может возникнуть в Восточной Европе рядом с Украиной. Вы знаете, я считаю, что лучше сидеть за столом переговоров 50 лет, а может и 20 лет, и 30 лет, многие конфликты, чем один раз повоевать и неудачно повоевать. Это опыт 1992 года показал, что после войны очень трудно договориться, очень сложно после того, как пролилась кровь. Поэтому я считаю, что это очень хорошо, что стороны договариваются. Ну и в конце концов, как говорил Остап Бендер, согласие с продукт полного непротивления сторон. Это очень хорошо, что стороны могут договариваться, основательно договариваться. Эти договоренности иногда бывают, вот знаете, многие проблемы, когда я бывало спрашивал Приднестровцев, а что вам разрешить ездить по этому мосту Гуробековую? Ну какая проблема существует? Вот мы едем все, да, и упираемся в эти вот их посты дурацкие, которые нам всем не нравятся, да, и из-за которого начинает Приднестровье нелюбить, и я сто раз говорил это. И я догадываюсь, что они в ответ говорили. А пусть они решат то, да? Да, да, они сразу же говорят, а вот они нам это не решают, а вот и все. Значит, и вот из этих мелочей, конечно, они не настолько престижны для политиков, потому что я никогда не забуду, когда мы привлекли в качестве наблюдателей ЕС и США, и приехал помощник-помощник Госдепутата Дэвид Крэмер, помните, да? Он просидел всего лишь один раз, но я видел его лицо. Он сначала приехал, он подумал, что он приехал на серьезные переговоры, чуть ли не там статус обсуждать, и вдруг Василий Шоу с Валерием Лицкаяем начали ругаться из-за курей и кукурузы возле Дубасара, да, и он все время пытался понять, о чем они говорят, да? Чьи куры, чья кукуруза. Да, да, и потом я увидел на его лице ужас, потому что он подумал, что если в Госдепе США узнает, что он делил курей в районе Дубасар, понимаете, он станет посмешищем там, и он больше сюда не приезжал, прослал кого-то кучерявого парня, он очень весело сидел и даже не прослышался. Поэтому, с одной стороны, это наши такие серьезные проблемы, которые мы должны решать, и я думаю, что мы можем даже их решать без посредников, но тем не менее посредники освещают все это дело, да, и не говорят потом. Ведь посредники, в принципе, понимаете, какая у нас образовалась дурацкая ситуация. Вместо того, чтобы мы договаривались, нас постоянно на это толкают посредники, знаете, чуть не посредники уже готовы за нас договориться. А у нас еще есть обида на них. Ну, у нас не только есть посредники, у нас еще есть наблюдатели, а мне кажется, это сейчас интереснее. Да, в конце концов, если бы мы хотели решить Приднестровский конфликт, я бы уверен, что нам его не помешали бы решить ни Москва, ни Вашингтон, ни Брюссей. Вот запомните, пожалуйста, эту фразу, я обязательно к этой фразе вернусь, потому что она очень важная. Господин Чуря, вот принято в последнее время говорить, что решение Приднестровской проблемы нужно увязывать с геополитической ситуацией в мире в целом. Потому что совершенно понятно, что у России есть свои интересы, совершенно понятно, что у Европы есть свои интересы, Соединенные Штаты у нас здесь наблюдатель. Вот сейчас очень непростая ведь геополитическая обстановка. И тут Приднестровский конфликт. Это как бы облегчает или наоборот усложняет задачу? Я бы не отвечал таким способом, облегчает или осложняет. Это данность. Я не соглашусь с тем, что было сказано, что мы бы решили без посредников этот конфликт. Нет, он не решаем. Хотя мы должны делать вид, что мы можем его решить без посредников. Кстати, мы сами этого не особенно хотим, но нас доставляют посредники. Мы должны для начала хотя бы хотеть. Я абсолютно согласен с вами, что мы не хотим. Но если бы мы хотели, мы бы могли. Я здесь четко еще мы поделю, но несколько позже. Я думаю, что если Кишнева-Кераспу хотели бы договориться. Валер, давай дадим договориться, Кармелю. Да, и поэтому я считаю, что нам без влияния извне этот конфликт не решить. И естественно, раз существуют определенные подвижки или определенный прогресс сейчас, значит кому-то это выгодно. Вот нужно понять сейчас, кому это выгодно. То, что нам с Террасполем это выгодно, да, возможно, но почему именно сейчас это происходит? И насколько, кто больше выигрывает, здесь тоже интересный вопрос, потому что недаром в 2016 году, и вы правильно сказали, вот здесь было влияние Додона очень внушительным. Сначала нам предложили не пакет Берлин+, а пакет просто Берлин, когда мы должны были уступить, просто выполнить четыре требования Приднестровья, которые были поддержаны всеми посредниками. И тут было влияние, я считаю, вот господина Додона и его команды, которые придумали вот этот формат Берлин+, выставив, и наши все согласились, четыре контр-условия. И вот в рамках вот такого формата идет этот переговор, что-то выполняется, что-то еще идет со скрипом, но ведь существует определенное давление из Запада. И нам, конечно, всем интересно, из-за чего это давление, почему это происходит, и почему существует, ну, если не единодушие, то определенное согласие всех сторон, которые находятся в конфликте. Ведь мы знаем, что США и Россия, Запад и Россия сейчас находятся в противоречии. Но тут можно только догадываться, мне кажется, что вот сейчас этот весь прогресс, он, конечно же, не будет касаться политического решения. Но всем важно, вот на фоне вот этого большого противостояния, которое сейчас происходит, который все-таки, да, провоцируется и теми, и другими, но стороны, в принципе, хотят найти и точки соприкосновения, вот понимая, что в Украине этих точек соприкосновения не найти на сегодняшний момент, вот все думают, что вот может быть здесь, в Приднестровье, можно создать какой-то определенный позитив. Удивительно, как вот такая незначительная маленькая земля, вот исходя из моего видения... То есть вы считаете, может сыграть даже в благо, да, то, что происходит сегодня в неполитическом пространстве? Ну, да, как положительный момент, который можно будет показать, ну, если хотите, всему миру, это уже пока будет нескромным. Хотя, я думаю, вот такой положительный момент, и здесь возникает для нас проблема, потому что положительный пример Молдовы, например, будет неположительным для нынешней ситуации, извините за грабольную мысль Украине, может, не понравится. Вот такой прецедент, и поэтому у нас тоже очень сложная игра. Вот очень сложная ситуация, где мы двигаемся вроде бы вперед, но в то же время здесь очень завязка, увязка очень многих интересов. Геополитический фактор, сегодняшняя, нынешняя ситуация, как влияет на Приднестровское урегулирование? Потому что мы, когда слушаем, да, новости, о чем все время говорит молдавская власть, вот все время о чем. Мы требуем вывода российских войск, вот так формулируют. Вы знаете, Люда, я даже был в свое время военным, да, военным моряком, когда было противостояние между Советским Союзом и Соединенным Штатом Америки, ядерное противостояние, ничего страшного в этом не было, потому что все это контролировалось. Как раз тогда было... Тогда было безопаснее, понимаете, потому что по той простой причине, что была ответственность, и все боялись во всех конфликтных зонах, от Вьетнама, Все знали правила игры. Все знали правила игры и больше всего боялись, чтобы не убить, не дай бог, не зацепить, не спровоцировать кого-то из этих сторон, кто ее обрадует... Нам надо забывать уже о том, что есть правила. Сейчас, к сожалению, таких правил нет. Дело Скрипалей, химатака на Сирию, в Думе и так далее, показали, что на сегодня уже как бы все это смазано и никого не интересует. Можно делать что угодно. Презумпция невиновности, еще изобретенная римским правом, тоже брошена, так сказать, под лавку и так далее. Здесь есть один момент. Если вы помните, у Нинани Хазанова есть очень хорошая такая миниатюра про МВД и преступность. Если существует МВД, значит, существует и преступность. Если существует и преступность, значит, существует МВД. Если есть Приднестровский конфликт, значит, есть политики, которыми занимаются, геополитики, которыми занимаются, гражданское общество, которым этим занимается и так далее. Если есть гражданское общество, политики, геополитики, значит, существует и конфликт. На сегодня конфликт существует лучше, вернее, гражданское общество и все эти сопутствующие существуют лучше, чем конфликт. Давайте признаем, так? Поэтому сегодня, на сегодня в Пренестровском урегулировании столько завязано, во-первых, это и деньги, и гранты, и переговоры, и по позиции сторон, и вот эта вот геополитика и так далее, что отказаться от этого, мне кажется, будет очень сложно. Это основное препятствие, понимаете, вот как-то сбросить. Я думала, честно говоря, нет, Валерия, подожди секундочку. Я думала, честно говоря, что основное препятствие это то, что политики, которые вот сейчас у власти, прекрасно понимают, что при решении Пренестровской проблемы появляется электорат пророссийский настроенный. Ну, сложно себе... Нет, нет, нет. Да, понимаете, они все это просчитывают, да. Вы хотите сказать, что вы мне хотите убедить, что молдавские политики хотят прихода Пренестровских политиков в молдавскую политику И в молдавский бизнес, я вас уверяю, они этого не хотят. То есть вы согласны с тем, что этот фактор присутствует? Да, этот фактор присутствует между политикой. Почему? Потому что если вы возьмете знаменитую книгу Жака Атали, одного из идеологов Европейского Союза и бывшего президента Банка реконструкции и развития, советника Медерана, он написал книгу о мировой экономике, мировая экономика 50 лет спустя, о мировой экономике Кочельников. Когда я читал отрывки этой книги, там я увидел, что в мировой экономике будущих Кочельников очень важны будут маленькие офшоры, где все будут обмывать свои маленькие делишки. И среди этих офшоров, там черным по белому, будет написано «И Приднестровье». Понимаете, если Приднестровья бы не было, его надо было бы изобрести. Сегодня тучные стада, так скажем, людей пасутся на приднестровской проблеме. Одни получают гранты, кредиты, помощь здесь, чтобы не допустить того. На левом берегу получают помощь от России тоже. Для того, чтобы, так сказать, поддерживаться. С другой стороны, выросло гражданское общество у нас. Точные тучные стада, которые, извините меня, когда я вижу, когда из нашей страны выгнали половину населения, а в то же время мы ищем нарушение прав человека в Приднестровье. То есть, как бы на этом слишком много людей живет. Понимаете, я понимаю их обиду, и когда они называют международные организации, наверное, за то, что у меня было очередного гранта каким-то обидным словом, я их могу по-человечески понять. Безработица у нас высокая, да, надо чем-то заниматься. Приднестровский конфликт – великолепное занятие для очень многих тысяч людей. И плюс, давай скажем, Людмила, о следующем. Если посмотреть на Приднестровье… Я бы хотел в защиту гражданского общества. Было бы неплохо, если бы они занимались. Ничего плохого не может. Ничего плохого нет. Они просто блокируют. А что им делать остается? Не голодать же, в конце концов. Мы тоже жалеем семьи и так далее. Но тут еще есть один момент, понимаете. Если вы заметите, что Приднестровье зажато между Молдовой и Украиной, да, географически, и не имеет ни выхода к морю, ни аэродрома и так далее, то у меня всегда возникает вопрос всегда, когда говорят о том, что они занимаются контромандой. А с кем они занимаются контромандой? С Киевом или с нами? Это раз. И во-вторых, ну, наверное, надо быть не очень таким проницательным человеком, чтобы заметить, что мы великолепно находим общий язык, когда дело касается больших денег и большого бизнеса. Это касается электроэнергии и поставок металла на Молдавский, Мезулургийский и многих-многих других вопросов. Настолько великолепно, что некоторые даже начинают говорить о тайных схемах. Да, да, нет, нет. И я ничего, я прекрасно к этому отношусь, я говорю, да, буй. И мы знаем примерно кого и с кем. Я за то, чтобы это было, потому что ничего так не сближает людей, как общий интерес. Понимаете, вот, ну, трудно, когда у вас есть бизнес хороший, разрушить его с помощью пушек может только идиот, да. Пока этот бизнес работает, значит, они воевать не будут. Ну и слава Богу. Но, понимаете, у меня всегда возникает вопрос к этим людям очень простой. Скажите, пожалуйста, а можно нам, простым людям, да, тоже что-то, вот, какую-то кознь бросить, да, чтобы мы вот не стояли в этих унизительных очередях на границе с Приднестроем, чтобы они не мучились там с этими номерами, чтобы не было этого лая вечного и так далее. Оставьте людей в покое. Мы и так ограблены, так сказать, безработные и так далее. То есть дайте возможность этим людям заниматься чем-то нормально, да, то есть не доводите их до того, что они один раз в один раз спросят, нам надоело, сколько-то можно, да. Вот, вот, это такая есть опасность для политики. В отношении бизнеса опасны у вас рассуждения, тут как бы... Да никакой опасности, если не торгуют, пусть торгуют на здоровье. Политика важнее бизнеса. То, что есть эти интересы, это очевидный факт, но если будет интерес и внутренний, а он, кстати, не только экономический, он и политический, прежде всего, и внешний, то эту проблему можно решить. Ничего не решаемого в Приднестровском конфликте нет. Да, абсолютно. Я хочу задать вам вопрос. Вот вы говорите, что есть заинтересованность. Я давайте по поводу тех людей, которые в последнее время с 2009 года занимались решением Приднестровской проблемы. В принципе, был даже один из них представитель Демократической партии, господин Осипов. Вот, если бы был такой интерес, о котором вы сейчас говорите, почему, то тогда наверняка был бы план. Корнелио, хоть эта власть хоть раз взяла бы и сказала, мы видим Приднестровское урегулирование так. Вот ругали коммунистов, ругали, вот при Воронине все было плохо, понимаете? Но тогда были хоть попытки, они хоть говорили, понимаете? А вот сейчас до сих пор мы ничего этого не видим. Почему? Во-первых, как бы не в защиту Осипова, но ради точности Осипов тогда представлял, если мне не изменяет память, память Альянса Молдова-Настры, он, по-моему, в этом качестве был вице-министром и первым. Он был вице-премьером. Он был вице-премьером. Ну и отвечал за Приднестровское направление. Но этот пост, который был нелюбим всегда молдавскими политиками, который можно было дать Альянсу Молдова-Настры. Да. А, то есть это вы к тому, что потом господин Осипов перешел? Нет, нет, нет. Он перешел демократическую партию. Я не видел еще ни одного человека, которому когда сказали, ты будешь вице-премьером Приднестровья, и он был в восторге. Понимаете, все знали, что это тяжелая, тяжелая работа. Очевидно, поэтому сейчас нашли женщину, господин Денис Кетский. Где никаких дивидендов никому не ожидать. Потому что она сейчас занимается Приднестровским урегулированием. Да, ну вот я как-то сбился с ответа. Я хочу понять, почему нет до сих пор, вот у наших демократических посткоммунистических властей, нет плана урегулирования? Его не было и у коммунистов. Этот план урегулирования, во-первых, попытки его написать были, и они есть в неофициальном формате. Я видел несколько вот таких попыток создать, и видел... Ну, что ж, мы много чего видели, да. То, что решали, вот вы сказали про коммунистов, у них тоже были попытки, но они были как бы попытки вести переговорный процесс, и у них был план. Но этот план никогда официально не выставлялся, кроме вот украинского плана, наверное, Ющенко, который, говорят, что был нами написан и через Украину продвигался. Но это был план гражданского общества, 3D, потом был еще один меморандум тоже гражданского общества. То есть попытки было создать. Но всегда есть техническая проблема, что написать и как это преподать публично, потому что если ты напрямую ответишь там на все вопросы, то останутся масса недовольных, и потом ты этот план не сможешь... Ты не сможешь вести переговорный процесс, потому что будут недовольные, которые на это будут реагировать. Знаете, на это просто ответить. Волков боятся в лес не ходить. Нет, я думаю, это правильная линия. Вы смотрите, как решился последний вопрос с номерными знаками. Ведь, в принципе, они вели этот переговорный процесс в рамках технической экспертной группы. И это все нигде в Масмеде не появлялось, это не обсуждалось на уровне, скажем так, экспертов, которые к этому не имели никакого отношения. И только в последний момент они просто показали, пригласили экспертов, как Нантоя, за несколько часов до последнего переговорного момента. Я тоже присутствовал на этом заседании. Они нам показали документы. Те, которые были против, высказали свои недовольства, и потом они пошли договариваться до конца. То есть, если... Вы представляете себе, что бы произошло, если бы вот этих экспертов, как господина Нантоя и остальных, сразу же бы пригласили на эту беседу. То ничего бы... Ну что, он бы назвал многие организации своими именами. С его точки зрения, конечно. Он себе может позволить сейчас это уже. Да, процесс был бы полностью заблокирован. Я думаю, что вот то, что не понимают пока что вот эти эксперты извне, это то, что они... Пока что у них роль одна единственная, лишь блокирование процесса, но не помощь этому процессу. И из того, что я видел, я видел эти все документы до того, мне показалось, это все было в рамках, скажем так, то есть, люди работают над документом, они пишутся, но, вот вы правы, они не показывают с этого публично до последнего момента, до подписания. А потом уже происходит то, что вы видели, но мне кажется, что процесс все-таки находится под политическим контролем, потому что ничего пока что из того ужасающего, что нам рассказывают эти эксперты, не произошло. То есть, идет определенный процесс, медленный, но, мне кажется, на положительной коллеге. Валерий, если можно, объясните, пожалуйста, телезрителям, в чем интерес нынешней правящей коалиции в решении Приднестровского вопроса и в отношении этого же плана? Мне интересно ваше мнение. У нашей правящей коалиции сегодня Приднестровский вопрос не на первом месте. У нее на первом месте осенние выборы. А на каком месте? Это входит в первую пятерку? Я думаю, что абсолютно не входит в первую пятерку. Какой смысл заниматься Приднестровом, если они могут потерять власть осенью? Для них сегодня важно сохранить власть и, так сказать, дальше двигаться. Это первое. Второй момент. Понимаете, Люд, вы говорили о третьей корзине, и вот действительно, вот недавно было такое открытие, что, оказывается, нам нечего положить эту третью корзину. Если вдруг случится такое, скажешь, давайте, а вот третий корзин. Вот как Молдова видит, например? У нас есть мысли, и у нас есть концепция. Ну как? Какая? Позиция Молдовы в том, что это решать в рамках реинтеграции, в рамках суверенного государства. Это не предложение, это данность, с которой согласны, мне кажется, все. Все это уже... Корнил здесь прав. Почему? Потому что, действительно, стратегия у нас есть. И можно делать, на мой взгляд, только говорить о стратегии. Почему? Потому что стратегия такова. Я полностью, стопроцентно поддерживаю эту стратегию. Молдова должна объединиться, Приднестровье должно стать, получить статус в рамках Молдовы. Только так можно сохранить молдавское государство. Только так у молдавского государства может быть будущее. Иначе мы будем проверены в хаос, и это коснется всех. И все будут об этом плакать. Это вся стратегия, господин Девятовский? Нет, нет, Людмила. Это да. Вот я хотела уточнить, потому что... А какой смысл писать все остальное, когда-то должно сражаться за столом переговоров и по договоренности с Приднестровской стороной? Что толку, что мы приняли в 2005 году закон о статусе Приднестровья, не пожелав даже с ними поговорить? Они в ответ через год провели референдум, и теперь они дело завели в тупик. Мы этот закон отменить не можем, а они должны провести новый референдум, потому что любой лидер Приднестровья, который приедет, подпишет какой-то документ с Молдовой о вхождении в Молдову, он тут же моментально нарушит Конституцию и их законы. И найдется у него тоже оппозиция, которая может его низвергнуть и сказать, подождите, а какой ты имел право пойти против мнения людей? Понимаете? Поэтому мы не должны запутывать, не надо, ничего нельзя расписать. Знаете, как говорят, если вы хотите окончательно запутать какое-то дело, напишите план и программу подробную, и вот вы тогда угрожаете. Я знала, что создайте комиссию. Потому что на переговорах по Приднестровскому урегулированию всегда будет, как говорил Черчилль, слишком много «если». Если это так, то тут так. Хорошо. Если прав Валера, то тогда получается такая ситуация. Я рада, что у вас здесь консенсус по этому вопросу. Действительно возникает такая ситуация. «Если вдруг», как вы говорите слово «если», Приднестровье изъявит желание говорить по той самой третьей корзине. И вот, уважаемая Молдова, как вы видите решение Приднестровской проблемы? Мы что скажем? Секунду, я же вам дала слово. И вот дальше, понимаете, если Молдова скажет словами господина Демидетского, мы видим Приднестровье частью суверенной Молдовы, они скажут, «Очень хорошо, но мы и так, это и Россия признали, и все государства». А дальше, если будем сидеть молчать, мы будем сидеть молчать, Приднестровье, нам принесут этот план. И там будет уже написано все. Обстоит иначе. Пожалуйста. Дело в том, что, во-первых, Приднестровье не может с бухты-баракты прийти и давайте обсуждать третью корзину, так, как хочет Кишинев. А если она, пока что Приднестровье стоит на позициях того, что независимость и разделение. То есть задача переговорного процесса сейчас не написать программу, как объединить Приднестровье и два берега Днестра, а задача, как заставить или попросить стороны, чтобы они начали переговариваться. Поэтому сейчас вопрос, если хотите, не в том, чтобы писать программу, а в том, чтобы организовать встречу в формате 5 плюс 2. А для того, чтобы организовать встречу в формате 5 плюс 2, чтобы они сели, нужно что-то, чтобы они обсуждали. Вот сейчас были созданы вот эти моменты, что они могут обсуждать, что-то решили положительно, это можно отметить, даже выпить шампанское, а они не дошли еще до момента, когда можно обсуждать планы регулирования, потому что позиции сторон абсолютно полярны. Хорошо, вот в отношении позиции сторон, вот смотрите, все переговоры проходят на каком-нибудь фоне, вот мы уже даже иногда замечаем, что к каким-то событиям наша власть предпринимает какие-то шаги, вот смотрите, что мы наблюдаем, как ведут себя демократы и правящая коалиция, у нас начинаются какие-то подвижки, а потом бац, и заявление Канду, вот раз прекрасненько он говорит, что Молдова намерена нанять международную юридическую фирму для оценки ущерба, от военного присутствия России в Приднестровье в течение, да, но это было сказано, в течение никто это не дезавуировал, и это заявление, да, оно остается в силе, счет, который могут предъявить Москве, будет измеряться в миллиардах долларов, но это все ерунда, мы ведь с осени начали какие-то свои шаги, да, Приднестровье в ответ, что я имею в виду, хотим резолюцию в ООН, требуем вывода российских войск, так формулируем, понимаете, дальше у нас, а? Что в этом плохого? Нет, я не говорю, что это, я сейчас не говорю даже сейчас, хорошо это или плохо, мы можем с вами поговорить, это реалистично или нет, наверное, так вопрос грамотнее ставят. Ну, если Канду сказал, что есть, вроде бы поддержка, там могут проголосовать 100 с чем-то на 60. Мы ставим все время этот вопрос, а нам все время говорят, что все что угодно только не это, вот Фратини говорит, это нереалистично, приезжает к нам Карасин и говорит, ну, это всего лишь упражнение в дипломатическом искусстве, да, Валерий, поправляйте меня, если я неправильно цитирую, то есть, понимаете, и дает понять, что вот это нет, а мы все равно как бы хотим, это способствует урегулированию? Это не то, что способствует урегулированию, мы должны все время формулировать четко и не забывать свою собственную позицию, потому что вот благодаря вот вашим таким провокационным вопросам мы рискуем забыть, а на каких позициях мы стоим. Да что, Ваканду еще два раза скажет, что не могу, а мы стоим на тех позициях, что наш суверенитет не является предметом торга, и нам нужна поддержка в этом вопросе, а вот тут поддержка, конечно же, не может быть со стороны, не все дадут нам поддержку, и не все дают нам эту поддержку, Россия нам эту поддержку не всегда дает, потому что Россия все-таки является сторонником больше Приднестровья, мы это понимаем, хотя она может поддержать определенные процессы, поэтому мы, конечно же, ориентируемся на других партнеров, мы имеем ввиду Кишинев, Правый берег, и парламентское большинство, и господин Кандурас, вы говорите... Вот здесь золотые слова, мы ориентируемся на других, а при этом еще несколько лет назад... Потому что они стоят на той стороне, а не против нас. А при этом несколько лет назад, господин Демидетский, не скучайте, было очень модно говорить, ключ решения Приднестровской проблемы находится в России. В Москве, говорили. Да, понимаете, то есть, да, и конкретно в Кремле, и у Путина в столе, понимаете, вот как-то так к этому относились. А теперь вот мы так говорим, это правильно, что мы ориентируемся на тех партнеров, а вот на тех как-то не очень. На фронте командир скомандовал идти в атаку. Так. Сказал, что застрелит любого, кто побежит назад, и после команды в атаку рядовой Абрамович побежал назад. Командир крикнул, я застрелил, ну дайте мне набрать разбег. Все набирают разбег. Приднестровье, когда говорит о том, что оно хочет независимость, оно великолепно понимает, что никакой независимости оно не получит. Только получит в результате какого-то катаклизма страшного, не дай бог. Да. Мы говорим, когда сотрясаем воздух, что вы видите свои войска, понимаем, что никто их не выводить не будет. То есть мы понимаем, но мы почему-то это говорим. Но мы играем, во-первых, хорошую игру нашим партнерам на Западе, пытаясь сохранить себя. Видите, как здесь другая трактовочка. Почему? Потому что мы говорим так. Мы вам поможем давить на Россию. Россияне встречаются с американцами. Да что вы, мы вас научим. Мы, россияне, встречаются с американцами. Американцы говорят, все, конечно, хорошо. Но зачем вы обижаете наших партнеров? Вот. Но лучше всего об этом рассказал румынский олигарх Винту. Он говорит, вот мы, эти маленькие страны, Молдавия, Румыния, попали в ситуацию уличной фронты. Знаете, вот когда серьезные ребята, пацаны на улице, они не дрались. Они обычно послали какого-нибудь маленького такого, знаете, зацепить. Потом он получал свое там по голове, да. Он приходил, жаловался, и начинались разборки, какие-то уступки и так далее. Понимаете, так было везде. И, знаете, вот мы уже говорили с Корнелом в начале этой передачи, что большие державы друг друга не трогали. Если кто-то мне скажет, что США и Россия будут воевать из-за трех корзин винограда в Молдове или двух свекловичных полей на Украине, оставьте меня. Посмотрите, что происходит. Было бы очень странно. Ливия, Сирия, Афганистан, Вьетнам. Мне, кстати, осторожнее выразился. Это было бы очень странно. Были разрушены до основания. Вот, я к тому же, что вы это не исключаете. Все эти страны были разрушены до основания, где встречались. Они опробовали свои лучшие виды вооружения, отрабатывали свои, но всегда старались не стрелять друг к другу. То есть, если я уточняю, господин Демидетский, я уточняю. То есть, они понимают, что это требование невыполнимо, но мы все равно делаем. Но мы делаем хорошую игру своими рекомендациями. Мы же вам помогли, да? Посмотрите, вы можете сказать русским, что они нехорошо поступают. Вот, господин Чуря, понимаете, все это мы делаем, оказывается, прекрасно зная. Вот ни о каких таких вещах мы не говорим, понимаете? То есть, так считает господин Демидетский. Нет, я понимаю, что говорит господин Демидетский. Я, в принципе, не отвергаю то, что он говорит. А вы как хотите, чтобы мы поступали? Чтобы мы просто встали на вашу позицию, которая вам нравится? Конечно. Это торг. Мы должны принимать во внимание позиции тех, я же говорил, что кроме разрешения Приднестровского конфликта идет большая игра. Мы играем в свои маленькие игры, но мы должны принимать во внимание и интересы больших стран. В этом противостоянии Кишинев на стороне Запада, естественно. И это мы так ведем эту игру, игру все-таки, борьбу, если хотите. Потому что иначе мы не можем, потому что Приднестровье с самого начала было на той стороне. И это автоматом, автоматизмом. Я поняла. Вот телезрители нас сейчас смотрят и думают, так зачем Западу и России вообще? Причем здесь Приднестровье? Причем здесь Молдова? Сядьте уже один раз, договоритесь, без них совершенно. И все будет раз прекрасно. Кто вам даст? Кто им даст? Кто нам даст? Во-первых, вы прекрасно знаете, Людмила, что большие державы не играют на таких маленьких площадках. У них, в их папке очень такой большой, обширный процесс. Если там есть Сирия, Украина, разрушение и так далее. Понимаете? То есть, они, если вы придете к ним и скажете, давайте мы решим наш маленький Приднестровье с Крепляемой. Они поставят папку и скажут, видите, насколько все завязано. А ваша шестерка там может быть в каком-то посъяснице сброшена. Есть ощущение, что сейчас наш немножко поднялся. Да-да, слава богу. Нет, нет, тут есть, конечно, есть свои моменты. Понимаете? Действительно, бывает шестерка, это если они договорятся, будет неплохо. Но я почему-то, я скептически отношусь, мне самое главное, чтобы в этих играх мы не заигрались. И не довели, знаете, дети с огнем, играет, играет, играет. Знаете, маму хочешь напугать, а потом раз и спалил дом. Поэтому вот нам главное в этой ситуации не спалить собственный дом. А можно личный вопрос вам? Вы все время, когда говорите о приднестровской проблематике, все время такую фразу, что лучший путь, это мы должны стать экономически привлекательными для Приднестровья. Главное, вот тогда они захотят. Секундочку, вы говорили об этом, правда? Да, безусловно. Вот мне интересно, в связи с тем, что сейчас происходит в геополитическом пространстве, вы понимаете, что это уже, на мой взгляд, не так актуально? Не так, не так, не так актуально. Понимаете, когда у нас сегодня правобережная Молдова существует за счет, к сожалению, подачек с запада, а левый берег существует за счет подачек с востока, если бы мы были экономически самостоятельны, да, если бы мы сегодня не искали способы, если бы нам сегодня детские сады не красило бы румынское посольство, а дороги, которые построил Бодил, не ремонтировало бы американское посольство, а мы бы вспомнили, что мы страна, мы люди, что у нас есть все для того, чтобы строить дороги, развивать экономику, да. Единственное, что у нас, в отличие от Беларуси, где это все работает, да, у нас есть партнеры по развитию. Вот, но почему, я всегда задавал себе этот вопрос, и буду тысячи раз задавать. У нас было семь президентов, десяток правительств, несколько парламентов, да, и были одни партнеры по развитию. И у меня задается вопрос, если экономика ужалась за 25 лет независимости до 60% от того, что было не самым лучшим в 1989 году, кто в этом виноват? Мы, конечно, говорим, что не партнеры по развитию, тогда, получается, все вот эти люди, да, предпрезиденты, правительства и так далее, были, мягко говоря, неумными людьми, я с этим тоже не согласен. Поняла, у нас... Потому что что-то здесь есть, я так полагаю, есть, это мы в полное отсутствие и неумение нас отставить свои интересы, именно и с партнерами по развитию, и с Россией. То есть действовать таким образом, чтобы объединить страну. У нас как бы давний спор на эту тему, я всегда в этой ситуации говорю, но у нас все-таки сейчас получше в этом смысле, чем в Украине. Я заметила, вот второй раз уже это сегодня говорите. И здесь я с вами на 100% согласен. Свят, свят, свят. Да, у нас 5 минут остается до завершения эфира. Последний вопрос, который я хотела вам сегодня задать, это, конечно, Приднестровье и парламентские выборы, которые будут в ноябре, так мы примерно предполагаем. Как вы видите вероятность участия приднестровцев? Вы смотрите президентских, успел поучаствовать? Ну, я пока что это никак не вижу, мне кажется, что пока что это участие невозможным, но если оно станет как-то возможным, то это будет большим прогрессом. То есть, несмотря на то, что у нас будут еще и одномандатники, округаи. Так вот, именно одномандатники, интересно. Два, по-моему, коронавируют. То есть, я говорю про одномандатники, я не говорю. Конечно же, то есть пропорциональные системы, это половина мандатов, они там будут устроены. Эта система кое-как работает. Где-то 10-15 тысяч человек, может быть, 20 тысяч могут перейти через Днестр и проголосовать. А вот как будет проведена избирательная кампания на приднестровской территории, вот это большой вопрос, который еще не решен. И мне кажется, он не сможет быть, несмотря на все эти положительные моменты, которые происходят в последнее время, я это говорю, хотя я надеюсь на обратное, я думаю, что это не решится. Но если это решится, это будет большим прорывом. И тогда я буду очень удивлен, если это произойдет. Господин Демидетский, вы как видите? Когда Владимир Николаевич Воронин, когда он пришел к власти, он полагал, что человек, объединивший страну, обеспечивает себе очень длительное политическое будущее. И человек, который... Войдет в историю как объединитель земли. Как человек, как вот вошли в историю те, кто это развязал и разделил страну негативно, и выскочили из истории так, и можно войти в страну. Я бы очень хотел, чтобы у кого-то из молдавских политиков был такой задор, да, такое желание думать не только о своем кармане, но и думать только... И думать о том, как обустроить страну, в которой он вырос, понимаете? Вот, как ее объединить, как ее сделать процветающей и привлекательной для жителей Приднестровья, да? Тогда, я думаю, что никакая там тысяча солдат, которых мы называем российские, но они на самом деле приднестровцы с российскими паспортами, они бы не удержали нас от объятий через Днестр. Это глупо говорить, что какие-то тысячи человек российских, да, удерживают нас от объединения. А от объединения совсем другое удерживает. Вот, поэтому вот так. Благодарю вас, мы перебрали одну минутку, но мне кажется, что зрителям, тем не менее, было интересно. Нескончаемая тема Приднестровья. Вот с какой стороны, не посмотри, она очень сложная. Каждый раз ты убеждаешься, что вот есть еще о чем говорить. Вы знаете, Людмила, на этой Приднестровской проблеме выросло не одно поколение журналистов, экспертов и так далее. Да, да, я себе, да. Я стоялся как журналист на Приднестровском конфлисте. Я думаю, еще состоится не одно поколение. Корнелю, вы о себе не можете сказать, что Приднестровское направление способствовало вашей карьере? Могу сказать, но я надеюсь, что это будет недолго еще. Да, 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 да. Что наши дети этим заниматься не будут, а займутся несколько другими делами, более полезными для страны. Что ж, коллеги, спасибо. Приходите к нам еще, будем говорить и не только на тему Приднестровья. Вы смотрели программу «Дело принципа» и желаю вам всего самого доброго и доброго вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова